Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Новый носимый датчик измеряет оксигенацию тканей через кожу. Устройство можно использовать для постоянного контроля уровня кислорода в организме человека для применения в медицине и спорте, беспроводное устройство очень простое в эксплуатации, а данные передаются по беспроводной сети. Авторы разработки отмечают, что он будет особенно полезен для удаленного мониторинга уровня кислорода за пределами медицинских учреждений. Устройство состоит из корпуса, его напечатали на 3D принтере, небольшой сенсорной головке и клейкой пленке для измерения кислорода. Электронные компоненты обрабатывают данные с датчика и позволяют устройству отправлять записи через Bluetooth или Wi-Fi, ученые использовали машинное обучение, чтобы система точно измеряла уровень кислорода в различных условиях. Такой подход также позволил исследователям учесть фотообесцвечивание, тенденцию возбужденных светом материалов постепенно терять способность излучать свет, исследователи протестировали устройство, прикрепив его к передней конечности яркширской свиньи. Когда на локтевой сустав накладывали жгут, датчик обнаруживал падение кислорода, из-за уменьшения кровотока. Измерения отлично согласовывались с измерениями эталонного коммерческого датчика. При этом они не зависели от изменений температуры, влажности или других факторов окружающей среды. По словам авторов разработки, это делает датчик практичным для использования за пределами лаборатории, читать долей в головном мозге человека зафиксирован неизвестный тип сигнала на курилах найден необычный песок, из которого японские самураи делали мечи в Солнечной системе замечена самая большая комета за всю историю, это почти планета. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.